Здравствуйте! Есть один магазин тканей, о котором вы срочно должны узнать. Я уверена, он войдет в топ ваших любимых магазинов тканей. Сегодня я расскажу вам о своем заказе в интернет-магазине Vitex и, конечно же, расскажу подробнее о каждом из материалов. В интернет-магазине ткани Vitex просто огромный, огромный выбор материал. И еще это крупнейший магазин ткани в Москве. Кстати, магазину уже более 20 лет. Когда я делала свой заказ в интернет-магазине, я просто не могла найти конца и края. Ассортимент настолько большой и разнообразный. Практически все материалы Vitex из Италии. Они шикарного качества, прекраснейшего состава. Практически все материалы имеют натуральный состав. И при этом вы будете сильно удивлены. Цены в магазине просто нереально низкие. Ткани продаются в розницу от одного метра, а цены словно оптовые. Зайдите на их сайт, можете сделать это прямо сейчас, ссылку оставлю в описании. Сначала вы можете просто не поверить своим глазам, увидев материал такого высокого качества по супер доступным ценам. Но это правда. Кстати, при покупке от 5 метров цены становятся еще ниже. Бесконечно огромный выбор плательных, костюмных, пальтовых, рубашечных, блузочных тканей, трикотажа, вельвета, велюра, джинсы, искусственной кожи, шифона, кружева и многого другого. Заказы доставляются очень быстро. У меня прошло буквально пару дней. Доставляют удобным для вас способом, удобной службой. И еще один важный и приятный момент. Менеджеры в магазине очень открытые, добрые. А еще они гарантируют замену или возврат, если вас что-то не устроит в заказе. Ну и подарки для вас. Магазин Vitex предоставил мне скидку по промокоду. Этим промокодом можете воспользоваться и вы, получив скидку на заказ. Этот магазин стал настоящим открытием для меня. Я очень рекомендую вам посетить его онлайн, либо офлайн, если вы находитесь в Москве. Лично я влюбилась в этот магазин и буду заказывать там снова и снова. Итак, переходим к моему заказу. Он очень большой. Я старалась делать акцент на костюмных, на пальтовых, на более теплых материалах, которые будут более актуальны в осенний-зимний сезон. С заказом мне прислали подарок. Вот такой замечательный, очень прочный, классный вместительный шоппер. Буду обязательно с ним ходить по магазинам. Первое – это восхитительно красивый молочный жаккард с люрексовой нитью. У многих люрекс вызывает не очень приятное представление. Но это вполне справедливо, если люрекса очень много. Такое изделие становится некомфортным, оно плохо дышит, но и телу не всегда приятно соприкасаться с подобным материалом. Вот в этом жаккардовом полотне люрексовая нить очень тонкая, очень деликатная. Она практически не переходит на изнаночную сторону. Ну, к примеру, если вы хотите шить изделие без подкладки. Выглядит такое полотно не вычурно, не пестро, ни в коем случае. Эта тонкая золотая нить дает мягкое сияние на свету, ткань словно оживает. Любое изделие, которое вы сошьете из этого жаккарда, будет выглядеть фантастически роскошно. При этом лаконично, сдержанно, в меру игривое, но в меру и серьезное. Мне очень понравился этот жаккард. Кстати, он на 100% состоит из хлопка, если не учитывать тонкую золотистую люрексовую нить. Внешне он очень напоминает твит в стиле Шанель, но полотно намного тоньше. Его плотность 195 грамм на метр квадратный, на свету немного просвечивает, но в этом нет ничего страшного. Конечно, зависит от того, что вы собираетесь из него шить. Из него можно сшить платье или даже жакет. Можно сделать костюм с брюками, с юбкой. В данном случае, конечно, лучше продублировать этот материал. Достаточно использовать обычный тканый дублерин. Ну и, конечно, не забывайте о фурнитуре. Правильно подобранная фурнитура сделает изделие из этого жаккарда еще более роскошным. Этот жаккард будет приятным к телу, он будет великолепно дышать. Ткань мягкая, нежная, легко драпируется. Ткань немного сминается, но благодаря особому переплетению следов от сминания практически не остается. Они легко разглаживаются в процессе движения. Поэтому в изделии, сшитом из этого жаккарда, будет не только комфортно, но еще и практично красиво. Из него я, скорее всего, сошью тонкий легкий блейзер или, возможно, жакет, вдохновивший стилем Шанель. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли было бы вам увидеть подобное. Если да, то я сошью в одном из следующих видео. Еще один жаккард был в этом заказе с золотым узором и легким сиянием. Вообще жаккард это такой вид полотна, который создается особым переплетением. Чаще всего это плотные нити, плотные волокна. Их могут даже перекручивать для того, чтобы создавать еще большую плотность, рельефность. И, как правило, стоимость жаккарда достаточно высокая, поскольку его изготовление очень трудозатратно. Но жаккард Vitex просто по нереально низкой цене. Причем качество отменное. Вот этот жаккард на 70% состоит из хлопка и на 30% из полиэстера. Можно его рассматривать как двусторонний. Если вы шьете изделие, то можно комбинировать обе стороны, использовать их в одном изделии. Будет смотреться классно. Из такого материала можно сшить платье, блузу, костюм, брюки, юбку, шикарный жакет. И во всех этих изделиях вы можете комбинировать как лицевую сторону ткани, так и оборотную. Вообще к выбору золота, золотистых оттенков. В тканях я всегда отношусь с небольшой настороженностью, поскольку иногда это золото может переходить какую-то грань эстетики и наоборот дешевить полотно и в результате дешевить изделие. Но вот здесь золотистый оттенок и в предыдущем жаккарте просто восхитительного качества. Золотистое сияние деликатное, мягкое. Оно не яркое, немного приглушенное. Если вы сошьете из него платье, то здесь в целом даже не требуется подкладка, потому что материал не просвечивает. И вот эти ощущения на теле от материала очень приятные. Ткань нежная, мягкая, гладкая, такая шелковистая, но в то же время очень плотная. Ее плотность 265 грамм на метр квадратный. Она немного тянется, поэтому если вы, к примеру, сошьете прямую юбку, прямые брюки или платье-футляр, эти изделия будут держать свою форму, будут сидеть по фигуре. Но благодаря тому, что полотно немного тянется, не сильно, незаметно, но тянется, ваши движения будут комфортны. Вам будет комфортно поднимать руки, садиться, ну и в целом не будет сковывать шаг. Конечно, если не будет ошибок с кроем. На случай, если я сошью из этого жаккарда жакет, я взяла еще и подкладку к нему. Это обычный черный цвет, но состав здесь шикарный тоже. Это стопроцентная итальянская вискоза. Она в меру плотная, здесь 80 грамм на метр квадратный и в меру тонкая. Очень мягкая, очень нежная, сминается, но не так сильно. Эти сминания не разгладятся полностью, но этого и не требуется. Во-первых, поскольку это вискоза. Вискоза натуральное сырье. Она производится из целлюлозы, то есть, грубо говоря, из деревьев. Но еще подкладочная ткань, как правило, остается внутри, ее не видно. Поэтому даже если она будет сминаться, в этом нет ничего страшного. Самое главное в подкладочной ткани, на мой взгляд, это комфорт. Стоимость этой вискозы тоже меня удивила. В целом, как и стоимость всех материалов, я действительно не могла сначала поверить своим глазам, что такие цены существуют. Вот, к примеру, на момент моего заказа эта вискоза подкладка стоила 350 рублей за метр. Представляете, раньше я ни в магазинах своего города, ни в интернет-магазинах не видела вискозной подкладки ниже 700 рублей. Цены, конечно же, могут немного меняться. Поэтому ссылки на все ткани, которые я сегодня покажу, я обязательно оставлю внизу под видео. Для того, чтобы вы могли перейти, узнать актуальные цены и сделать заказ. Эту подкладку можно использовать вообще для любых изделий. Это может быть, конечно же, пальто, жакеты, брюки, юбки и даже платье. А поскольку это 100% вискоза, даже в платье в ней будет комфортно. Она и не матовая, и не глянцевая. Что-то среднее очень красивое. Следующая ткань костюмная. Бежевого, светло-карамельного или даже светло-дерблюжьего цвета. С очень классным составом. Здесь 40% хлопка, 40% вискозы и 20% синтетических волокон. Я люблю полностью натуральный состав материалов. Но все-таки в последнее время стараюсь убирать материалы, в которых есть хотя бы небольшое содержание синтетических волокон. Поскольку благодаря таким волокнам ткань приобретает свойства износа стойкости, прочности. Если есть эластан, то материал может растягиваться, что очень важно для комфорта. Вот, к примеру, эта костюмная ткань вполне неплохо растягивается. Конечно же, не как трикотаж, поскольку это не трикотаж. Но для костюмной ткани растяжение просто идеальное. Поэтому даже если вы сошьете, к примеру, узкие брюки, трубочки или юбку практически без прибавок на свободу облегания, то в таком изделии вам будет точно комфортно. Ну и еще и состав. Одежду из этой костюмной ткани можно шить без подкладки, потому что она практически не просвечивает. Для юбки я, конечно, посоветовала бы использовать подкладку, но в целом можно обойтись и без нее. Ткань очень плотная. Здесь 345 метров квадратных. Я постараюсь каждое полотно показать в разрезе, для того, чтобы вы примерно понимали и видели его плотность. Из этого материала можно шить, конечно же, идеальный костюм, идеальный жакет, брюки, юбку, любого кроя. Из нее получится классная юбка, прямая, карандаш и образного силуэта, даже полусолнца, если вам нужна плотная, раскалешенная юбка на осень. На мой взгляд, из этого материала можно шить даже легкое летнее пальто на подкладке, а еще очень классно для жилетки и сарафана. Кстати, если вы хотите шить пиджак или жилетку без подкладки, вот эта ткань прекрасно подойдет. Она не просвечивает, и ее плотность вполне подойдет для таких изделий. Таким образом, состав этой ткани на 80% натуральный, что даст вам комфорт. А вот эти 20% синтетических волокон обеспечивают комфорт в движениях, и еще внешний вид всегда будет идеальным, поскольку ткань практически не мнется. А даже если вы ее сомнете, например, сядете, то эти складки легко разгладятся естественным образом. По-моему, просто идеальный материал для костюмов. Еще одна костюмная ткань идеального красного оттенка полностью на 100% состоит из хлопка, и у нее такие необычные по ощущениям свойства. Вообще, я ее брала для костюма, возможно, брючного, возможно, с юбкой, но сейчас понимаю, что из нее будет классно сшить даже тренчкот или плащ, потому что она имеет такую форму, держащую жесткость. И, к примеру, если вы хотите сшить такой структурированный жакет с формами и объемом, которые вы хотите сохранить, например, с определенной формы плеч или бедер, как сейчас во многих показах вы можете увидеть расширяющийся силуэт к бедрам, вот эта ткань прекрасно подойдет для таких моделей. Когда я заказывала этот костюмный хлопок, я предполагала, что сошью как раз жакет, возможно, к нему брюки. Но сейчас, когда я увидела его вживую, потрогала, я поняла, что, скорее всего, это будет тренч или тренчкот, потому что мне кажется, что здесь есть влагоотталкивающая пропитка. И это просто идеально. Идеальное решение для тренчкота. Вообще, лучше всего, на мой взгляд, шить подобные изделия, тренчи, макинтоши или, к примеру, легкие плащи пальто в пиджачном стиле, именно из хлопковой ткани с пропиткой. Вы сможете носить его практически весь год, за исключением холодных сезонов. Но до нуля градусов носить можно. Летом вы тоже сможете его носить. Достаточно будет под низ, под него надеть какой-то легкий тонкий топ, и вам будет суперкомфортно. Изделие будет дышать, в нем не будет жарко и не будет холодно. Для более холодной погоды вам достаточно будет снизу надеть просто какой-нибудь свитер, и комфорт вам обеспечен. Знаю, о чем говорю, поскольку у меня есть любимый тренч, и он сшит как раз из 100% хлопка с легкой пропиткой. Из всей верхней одежды для более теплых сезонов, сезона весна, лето и осень, это, наверное, мой фаворит. Еще из такого материала можно сшить парку или куртку. Ткань, конечно же, сминается, поскольку это хлопок, но сминается она очень красиво. Эти складки получаются не такими острыми, жесткими. Они достаточно мягкие и совершенно не бросаются в глаза. В качестве подкладки к этому костюмному хлопку я взяла вновь 100% вискозу из Италии. И снова по суперзмешной цене. На момент заказа на сайте она стоила 250 рублей. Захотелось подобрать что-то необычное, не просто однотонный красный. И поэтому выбрала такой интересный принт. Это подкладка средней плотности, 70 грамм на метр квадратный. Она немножко просвечивает, но не сильно. Не настолько сильно, что, к примеру, при пуске на швы срезы будут видны. Нет, они будут вполне неплохо скрыты. И еще благодаря этому принту какие-то очертания швов, срезов тоже будут скрываться. На это тоже нужно обращать внимание при приобретении подкладки. К примеру, если взять белую подкладку для этой костюмки, то швы и срезы будут просвечивать. Ну и в целом, под белой подкладкой красная яркая ткань будет просвечивать. И белую уже не будет таким чисто белым. Оттенок красного будет ярко смешиваться. Костюмный хлопок просто восхитительного качества. Желаю вам тоже ее потрогать живую. Она на 100% состоит из хлопка. Плотность высокая. 370 грамм на метр квадратный. Она абсолютно не просвечивает. Но если, конечно же, смотреть на свет, то вы можете увидеть очертания. Но в целом она не просвечивает. Она настолько плотная и настолько приятная. Просто любовь с первого взгляда. Это костюмка в рубчик. То есть видны диагональные линии от переплетения волокон. И также вдоль кромки, под линией материала, идет красивая тонкая косичка. С интервалом примерно сантиметр. Достойно и очень красиво выглядят. Из этого материала можно шить абсолютно все. Это и брюки, и шорты, и жилетки, и жакеты, и платья. Например, платье-футляр, куртки-рубашки, жакеты-пиджаки в рубашечном стиле. Просто неограничено количество моделей, которые вы можете создать из этого полотна. Я заказала этот костюмный хлопок для жакета. Хочу сшить жакет прямого кроя, неприталенный. И, возможно, к нему платье-футляр. В изделиях из этого костюмного хлопка вам будет комфортно как летом, осенью, весной, так и холодной зимой. Он прекрасно дышит, проводит воздух, сохраняет тепло. В общем, все, как мы любим. Одна сторона здесь более мягкая, такая белюровая, немножко бархатистая. Здесь нет ворса, просто ощущение, как будто есть такой легкий начес. Рубчик на мягкой стороне не очень заметен, но зато заметны косички вертикальные. А вот на обратной стороне рубчик уже более выделяющийся, а косички, наоборот, уходят вовнутрь. И полотно с этой стороны более рельефно. На мой взгляд, можно использовать обе стороны. К примеру, если вы хотите иметь жакет, такой строгий, лаконичный, но при этом добавить нотку нежности и мягкости, то вам стоит использовать сторону, на которой видны косички, и которая более мягкая. Если хочется иметь жакет более строгого настроения, более сдержанного, то используйте обратную, оборотную сторону. Они обе идеальные, обе прекрасные. Поскольку это 100% хлопок, конечно же, полотно сминается, но здесь складки тоже не сильно проявлены, они легко разглаживаются. Конечно, разглаживаются не полностью, но, тем не менее, никак не портят внешний вид. Я просто в восторге от этого материала. Уже не терпится что-то сшить. Он мне настолько понравился, что я заказала 4 метра. Ну и финиширует наш обзор пальтовая ткань. Конечно же, наверное, вы тоже сейчас в поисках идеальной пальтовой ткани. Я заказала Vitex пальтовую из 100% шерсти. Это вновь итальянская шерсть, плотностью 400 грамм на метр квадратный. И еще она двусторонняя. То есть вы можете использовать обе стороны в пошиве изделия. Например, вы можете сшить пальто коричневого цвета, цвет оборотной стороны. А можно сшить пальто, только используя лицевую сторону. Здесь цвет такой необычный. Он и коричневый, и немного отдает оливковым. И есть что-то бежевое, такой сложный, немного меланжевый оттенок. Скорее всего, в пошиве пальто я буду использовать именно его. Обе стороны идеальных оттенков на все времена. Поэтому, если вы, к примеру, сторонник медленной моды, эта пальтовая ткань вам подойдет. Лицевая сторона здесь имеет мягкий, короткий ворс. Поэтому креить пальто нужно с учетом направления ворса. И расход также рассчитывать, исходя из ворса. То есть расход может немного увеличиваться. Я заказала 3 метра этой ткани. Для того, чтобы не хватило на длинное пальто. Ткань мягкая, немного растягивается, буквально миллиметр. Он еле ощутимый, но в носке даст дополнительный комфорт. Поверхность вроде матовая, но вы можете увидеть небольшое, еле заметное сияние. И это добавит изделию лоска. Такой незаметный, деликатный шик. Мне нравятся такие маленькие детали, потому что именно они создают какой-то особенный образ и особенную атмосферу. Необыкновенный сложный цвет. Здесь можно поиграть с фурнитурой. Для того, какую фурнитуру вы выберете, пальто будет выглядеть разным. А что касается кроя, то для этой пальтовой ткани подойдет абсолютно любой, на мой взгляд, крой. Но я бы все-таки сшила более мягкое пластичное пальто в стиле Max Mara, в которое можно укутаться, затянуть пояс, чувствовать себя комфортно, в тепле, но в то же время женственно. С подкладкой я пока не определилась. Пальтовая ткань двусторонняя. Я еще подумываю сшить пальто без подкладки, а края просто обработать аккуратно. На мой взгляд, тоже отличное решение. Особенно если вы шьете пальто в первый раз и боитесь связываться с подкладкой, вам стоит рассмотреть именно двусторонние пальтовые ткани. Вам достаточно будет обработать просто края, срезы открытые для того, чтобы они не осыпались, для того, чтобы выглядели аккуратно. И в целом пальто у вас будет готово. Оно подойдет для осеннего-весеннего периода. Ну а если вы хотите сшить пальто на более холодные сезоны, то уже без подкладки и утеплителя не обойтись. Достаточно будет тонкого утеплителя, поскольку стопроцентный шерстяной состав уже делает основную работу по согреванию, по комфорту. Здесь ширина средняя. Практически как у всех материалов, которые я сегодня показывала. И производство также Италия. Очень, конечно, красиво отображает цвет полотно. Это не явное сияние, как, например, атласное. Это такое еле уловимое отражение света. Я пока еще раздумываю над моделью пальто. Если у вас есть какие-то идеи, то вы можете писать мне в комментариях, либо на почту. И если пожелаете, я сниму процесс пошива пальто на видео и покажу вам. Если вы досмотрели видео до конца, благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно заходите на сайт магазин Vitex. Активную ссылку на сайт я также оставлю внизу. И не забывайте использовать промокод на скидку. Желаю вам хорошего дня. До встречи в следующих видео.